Аким Карагандинской области, Ерлан Кушанов, крайне недоволен работой общественного транспорта в областном центре. На протяжении двух недель за качеством оказания услуг в пассажирском транспорте следила специальная группа. Результаты скрытой проверки оказались неутешительными. За низкие показатели пассажирских перевозок ответ держал градоначальник Нурлана Абакиров. Аппаратное совещание началось с основной проблемой многих горожан – пассажирские перевозки. Для оценки качества пассажирских перевозок была создана специальная группа. Скрытые проверки длились около двух недель. Результаты оказались удручающими. Выяснилось, что в Караганде график движения автобусов по маршрутам отсутствует полностью. Кроме того, нет схемы расписания движения по маршрутам. Количество автобусов на маршрутах не соответствует заявленному количеству. В отдельных случаях их выходит меньше на маршрут в два раза. Огромное количество жалоб и возмущений жителей идет. Где я не встречаюсь с жителями Караганды? Везде первый вопрос, который ставится – это движение нерегулярно автобуса. С автопарками город не работает. Порядку не призывает. Культуры вождения нет. В час пик автобусы зачастую не останавливаются на остановках, что наиболее характерно для Майкудука. Но наиболее страшным в этом списке являются регулярные нарушения водителями правил дорожного движения. Чтобы разобраться в проблеме, администрации города был дан месяц. Месяц, чтобы вы организовали работу по качественному предоставлению услуг перевозок пассажиров в городе. Работу проведите с автопарками. Следующая проблема – высокие непостоянные цены. Как отметил глава региона, цены на продукты питания продолжают расти. Он поручил руководителям управления обойти все рынки и магазины и лично ознакомиться с ценами. Также поступило предложение увеличить количество социальных павильонов. По ценам также мы превышаем средний республиканский показатель на 1,2%. А плодовочную продукцию составил только за июль месяц до 16%. Глава региона Ерлан Кушанов потребовала такима города. Да и других руководителей незамедлительного выполнения поставленных задач за месяц. И назначил повторное совещание через 30 дней. Фариза Албаева, Жастан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский.